Ещё одна часть нездоровой украинской реальности валютная. Цифры в обменниках опять лихорадит. Всё лето курс доллара держался на отметках около 25 гривен. И только люди привыкли к этой новой стабильности. Опять перевалил за 26. И как бы не было снова 30. О колебаниях нацвалюты напомним в нашей короткой справке. Её история – это история падений, без взлётов. Хотя начиналось всё вполне устойчиво и оптимистично. В 1996-м украинская валюта была равна немецкой марке и стоила меньше 2 долларов. Первый обвал произошёл через 2 года. Из-за дефолта в России рубль рухнул, а за ним пошатнулась и гривня. Новый валютный курс стал 1 к 5. И такие цифры красовались на табло обменников долгие 10 лет. При этом в 2005-м гривня даже слегка укрепилась. Подорожала на 30 копеек. Это было единожды за всю её непростую валютную историю. Но мировой кризис 2008-го обесценил и украинские деньги. Тогда это казалось шоком. Доллар по 8 гривен. Так продолжалось до 2014-го. Последние три года падение гривни стало стремительным. 10 гривен за доллар, 13, 17 и даже 30. Ценники в обменниках переписывали буквально каждый день. Доходило даже до 40 гривен за зелёный. Пока курс не приструнили административными методами. До 25. Гривню лихорадит сильно. Но при этом украинская валюта всегда падает с колебаниями. В основном сезонными. Традиционно летом цена доллара немного опускается. А осень опять растёт. Сейчас уже повысилась на гривню. Вот казалось бы, всего на одну гривню курс просел. А всё равно уже не по себе. Тем более, что фон для этого неприятный. Здесь и отсутствие новостей об очередном транше от МВФ. Напомню, ждали эти деньги ещё в начале лета. А теперь никто не берётся прогнозировать, зайдёт ли транш в Украину до конца года. Ещё одно государственный долг. Вот недавнее сообщение Министерства финансов. Госдолг Украины вырос на миллиард долларов. Теперь все украинцы должны 76 миллиардов долларов. И пиковые выплаты по этим долгам приходятся на ближайшие годы. Естественно, вопросы об этом нужно задавать представителям Национального банка. Судьба гривни – это ведь их ответственность. И вот прямо сейчас у нас есть такая возможность. Олег Чуризм, главы Нацбанка, на связи со студией подробностей недели. Олег, приветствую вас. Скажите, как в Нацбанке воспринимают вот такое падение гривни? Дальше может быть больше или вы считаете достаточными резервы Украины для того, чтобы удержать национальную валюту от существенных колебаний? Что касается курса доллара до гривни, то на сегодня, за последний тиждень, мы видим, что гривня дещо снизила свою вартость. Мы связываем это, напевно, больше с отложенным попытом, который сформировался в летнем месяце, поскольку были отпустки. И мы видим, что слишком увеличилась покупка, но мы не видим в этом никаких проблем. У нас плавающие курсовоотворения. И на сегодня ситуация полностью контролирована. Мы не видим никакой паники на рынке. Ну хорошо, а вот если до конца года МВФ так и не даст новой транш Украине, как это отразится на курсе? И вообще, Нацбанк еще рассчитывает на получение новых заемов от МВФ? Все-таки политики не спешат выполнять требования фонда? Нет, это не зависит на сегодня отримание траншу и курс. Хочу напомнить, что минулого года мы прожили почти один год без траншу. Для нас главное, чтобы Украина находилась в программе, затримки на некоторый час не будут влиять на курсовые коливания. До конца этого года мы сохраняем наши прогнозы на то, что Украина отримает транши на загальную сумму 3 миллиарда долларов. А в целом до конца будущего года, а будущий год – это конец нашей программы с МВФ, мы планируем отримать в целом около 9 миллиардов долларов. Ну что ж, остается только пожелать удачи. Вдруг действительно удастся получить от МВФ эти средства. Олег Чуризм, главы Нацбанка, отвечал на мои вопросы. Спасибо вам за это. О миллиардах долларов говорили сегодня и в Одессе. Там прошла международная транспортная конференция «Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия». Звучит это, конечно, суховато. Но в подтексте – тысячи новых рабочих мест и десятки миллиардов долларов доходов. По оценке Владимира Гройсмана, транзитный потенциал Украины, а наша страна с точки зрения транзита, расположена все-таки очень выгодно. Так вот, его можно увеличить в 20 раз. Это почти на 300 миллиардов долларов больше. Если реализовать хотя бы часть этого потенциала, то, наверное, можно будет раз и навсегда забыть обо всех скандальных баталиях за транши от МВФ. Впрочем, ключевая проблема тут все-таки в дорогах. Если украинские дороги останутся такими же дырявыми, то не получится заработать даже доллара из этих 300 транзитных миллиардов. «Окременно хотелось бы подкрести, что мы начали строить в этом году Гоу-Хайвей. Это заход, заходный кордон Украины и певденный доступ к портам Одессы. В том числе, мова идет про Миколаев, и мы уже додаем до этой дороги Херсон. То есть, мова идет про Одессу, Львов, Тернополь, Хмельницкий, Вінниця, Умань на Одессу, вниз на певдень нашей страны. Я наголошую на том, что Дорожний фонд в наступном году будет иметь ресурс приблизительно более 40 миллиардов гривен. Это означает, что мы еще больше будем строить дороги.